Приветствую вас, Анастасия, давайте разберем ваш текст, вот, вы вопроса никакого в принципе не задаете, вот, просто говорить, что не знаете как с этим справляться, я бы здесь, конечно, выделил бы такой аспект, что справляться в общем и целом ни с чем и не надо, вот, потому что, ну, у вас есть определенные чувства, определенные переживания, и они имеют довольно-таки обоснованную, я бы сказал, природу, как мне кажется, вот, и в принципе, в принципе, в принципе, у вашей, ну, у вашей семьи также, также есть определенные особенности, определенные переживания и определенные моменты, которые тоже, как мне кажется, нужно учитывать. Основная проблематика, с которой вы сталкиваетесь из вашего рассказа, это некоторое одиночество, да, вот, некоторое такое покинутое ощущение потребностей в стиле. С одной стороны, это желание естественное и нормальное для всех людей, с другой стороны, в психологии, по крайней мере, той школы, которая, к которой отношу себя я, есть такой момент, что человек склонен требовать от других того, что он хочет, не особо-то разбираясь, а могут ли ему эти самые другие дать то, что он хочет. Есть даже такая аналогия с яблоками, когда я прихожу в магазин, где продаются красные яблоки и требую зеленых яблок, а в магазине, где продаются зеленые яблоки, я прихожу и требую красных яблок. Вот. В общем, толку от этого мало, а по большому счету негативных переживаний, как мне кажется, хватало. Поэтому, в первую очередь, вам необходимо научиться выражать свои чувства и проживать их, проговаривать. Мне кажется, что многие вещи, которые с вами происходят, имеют природу как раз таки невыраженности, непроговоренности, непрожидности, в том числе, определенную обиду на маму и так далее. Вот. В том числе и ваше ощущение одиночества, ваши потребности или все это, как бы, на мой взгляд, может вполне себе иметь вот такую природу. Природу непрожидности, природу, ну, такой вот, неполной осознаваемости, что называется, да? То есть, когда мы не проговариваем, мы не осознаем. Вот. Давайте разберем ваши вопросы. Итак, мне 19 лет, у меня сложные отношения с семьей. Ну, а здесь, в первую очередь, да, поскольку вы начинаете свой рассказ с своего возраста, то, в первую очередь, хочется спросить, а вот какое значение для вас имеет ваш возраст? Вот. То, что вам, вот, собственно, 19 лет. Имеет ли это для вас какое-то значение? Если да, то какое? Какое? Вот. Следующий момент, это момент того, что у вас сложные отношения с семьей, как вы говорите, и с одной стороны, вроде бы это понятно, с одной стороны, что отношения с семьей сложные, с другой стороны. Когда, например, вы говорите, что отношения с семьей сложные, вы, на мой взгляд, ну, именно вот конкретного, конкретного не говорите. То есть, не говорите, например, про то, что у меня, мне что-то сложно. Вот. Вот. Вы просто, значит, говорите, что мы, вот, вы говорите, что мы молчим, мы, там, о чем-то говорим. Вот. Как будто бы вашей активности здесь прямой нет, как будто бы вы не контролируете эту ситуацию, не контролируете, собственно говоря, правду. Вот. Вот. Может быть, вы ждете, что на это обратите внимание, там, ваша мама сама, или, там, бабушка, или как-то все само собой образуется, но, как правило, не образуется все само собой, да, и в итоге, в итоге, получается, получается, в общем-то, только, вот, страта, ну, получается, трата времени своего, пусть, вот, поэтому, как мне кажется, здесь важно определить именно, вот, так скажем, Вашу собственную, или ваше собственное участие в том, вот, что происходит, именно ваше собственное участие в этом, то, какую вы роль играете в происходящем. Да? То есть, если вот так вот очень грубо сказать, то, например, что будет, если вы, допустим, ну, скажете, вот, своей маме, например, о том, что, вот, что вас волнует, там, то или иное, то есть, ну, что вас волнует, там, допустим, что она уехала, что у вас, вот, остались некоторые обиды, обиды на нее, допустим, или, там, еще какие-то, какие-то моменты, вот. То есть, мне кажется, это момент достаточно важный, мне кажется, что этому моменту, внимание, внимание, вы не уделяете вам, а, ну, вот, в полной мере, вот. Ага, вообще-то это, ну, довольно важный аспект, и, то, что вы не уделяете этому времени, этому внимание, как бы, ну, влиять на вас. То есть, сложность взаимоотношений между людьми, людьми, как правило, связана именно, вот, с отсутствием, да, какой-то искренности, с отсутствием естественности, вот, и с некоторым страхом нарушить, нарушить, вот, какой-то, ну, какой-то статус-кво, да, какое-то, вот, спокойствие нарушить, как будто бы, люди боятся. Вот, поэтому, здесь, вот, такой надо. Дальше. На первый взгляд, может показалось, что все неплохо, я уже учился в университете на бюджете, мама с бабушкой помогают с родниками, там не было, где жить в другом городе, потому что же есть проблемы и давление всех страны. В каком смысле? Получаю, типа, стипендию, пишите вы. Ну, то, что вы описываете, это очень похоже, знаете, на перечисление, перечисление, концепция, концепция, то есть, что это значит, да? Это значит, что, вот, ну, формально, да? То есть, вот, формально у вас все должно быть хорошо. Вот, и, как будто бы вы даже сами относитесь, вот, к тому факту, что вас что-то не устраивает, да, да, с не, с не, ну, с определенным таким сомнением, вот. А не, допустим, не бесчусь ли я жира, там, да, не, не требую ли я, там, слишком, слишком многого, например, 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 вот. Вот, то есть, это вот какая-то такая история. Вот. При этом, понятно, что за вас это никто не решит, но, как мне кажется, здесь важно, эм, ну, больше, может быть, доверять себе и... опираться, ну, опираться на себя, вот. В большей, в большей степени, чем, вероятно, вот, прямо сейчас вы делаете, то есть, как будто бы вы недостаточно на себя опирать. Кстати, это является одним из оснований, почему, 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 почему вам некомфортно на день с собой. А, вот. А, дальше, совсем не общаюсь, наподобно сейчас много таких семей. Опять же, здесь, как будто бы у вас, эм, уход в, э, то, что, ну, э, то, что справедливо и правильно для всех. При этом, э, как будто бы вы игнорируете, вот, свои собственные ощущения. То есть, да, много таких семей, где, эм, ну, дети не общаются с, э, с кем-то из родителей, с кем-то из родителей. Это правда. Но, ну, означает ли это, что вам от этого легче? Оно, означает ли это, что вам от этого, э, как бы, ну, э, хорошо? Оно, означает ли это, что вам комфортно? На мой, на мой взгляд, это, в общем, в целом, нет. На мой взгляд, это, может причинять, э, как бы, страдания. Например, то, что вы не общаетесь с родством, э, на вас может влиять, влиять. Вот, особенно, если вы чувствуете себя одинокой, если вы чувствуете себя брошенной, покинутой и так далее, и так далее. Вот, и, как бы, взаимодействие с отцом, а это, все-таки, мужчина, для любого человека отцомская фигура так или иначе возьмет. Поэтому, поэтому, э, мне кажется, что вы здесь, э, специально, специально или не специально, но, как бы, убегаете от этого, пытаетесь обесценить, но, по большому счету, убежите от некоторых, некоторых, э, своих, э, опять же, переживаний. Вот. А, столкнувшись с трудностями с самостоятельной жизнью, я ощутил такую вещь, мне очень одиноко. Ну, одиночество, э, повторюсь, одиночество ощущается, э, человек, человеком, э, по-разному. Ну, может ощущаться. Вот. И, как мне кажется, в вашем случае одиночество связано с тем, что из-за, э, специфичного, э, э, отношения к вам, э, ваших, э, родителей. Вот. А у вас сформировались, э, некоторые, ну, вот, негативные, э, представления о себе. Вот. Понимаете, да? Вот. То есть, из-за специфичного отношения вашей мамы, бабушки, из-за, э, э, ссор, вот. А, вероятно, вы думаете о себе, э, э, как-то, вот, хуже, чем, э, ну, всем, чем вы есть на самом деле. Вот. Вот. И, мне кажется, это достаточно важный момент. Вот. Потому что, ну, совершенно очевидно, что, э, молодость это влияет определенным образом. Вот. А, и, э, э, нужно, нужно разобраться, как это на вас влияет. Вот. Ну, и, э, вот, э, как бы, идея здесь в том, что, когда вы ощущаете, э, э, потребность свою в чем-то, да, например, в семье и так далее, ну, можно увидеть, из чего эта потребность произрастает. Может быть, она произрастает из, э, э, того, что вы чувствуете себя какой-то не такой, а, смотря на другие семьи. Вот. То есть, вы же говорите, что, ну, завидуются. Вот. И, соответственно, это такой номер. А, может быть, из-за, э, повышествами себя обесценивать. Вот вы говорите, мне хочется семьи поддержки, чувствовать его за спиной. Это форма. Это форма желания. Я бы не сказал, что, э, э, как бы, суть. Я бы сказал, что это больше форма желания, нежели чем суть. Вот. Содержание желания. Как мне кажется, содержание желания у вас, э, э, скорее всего, какое-то другое. Вот. Отсюда есть и некоторые трудности в его выражении. Вот. Вот. Выражение того, что вам хочется. Вот. Понимаете, да? В общем, как бы, как бы здесь момент достаточно важный. Дальше. Так. И находясь далее дома, я буду бы скучать по нему. Хочу увидеться и поговорить с мамой и бабочкой. Ну, опять же, да, вот здесь, э, вполне возможно, вы не ощущаете, не ощущаете в полной мере, э, получше, что именно вам хочется. Вот. То есть, как бы, э, с одной, э, с одной стороны, вам хочется чего-то, с другой стороны, вы, э, не совсем понимаете, что именно вам, что, собственно говоря, ну, нужно, нужно. Вот. И это выдаёт некоторую невнимательность к, э, своим, э, желаниям. Вот. Совершенно, совершенно необязательно, э, отказываться от, по-принципу, по-принципу, поговорить с мамой и бабочкой. Но в то же время, здесь есть, э, э, как мне кажется, некоторые свои нюансы, нюансы, э, о, вашей бортепотребности. Дальше. Э, э, по душам. Вот. По душам. Знаете, э, для вас особое значение, э, имеет разговор по душам. Мне кажется, что важно, э, было бы, понять, что для вас это значит. То есть, что значит, для вас разговор по душам. Вот. Э, мне кажется, это, э, достаточно, э, важно, э, важный момент, потому что, э, э, вы в этом нуждаетесь, но не понимаете, э, э, может быть, э, о чём, э, конкретно идёт здесь речь. Вот. Да? Дальше. Э, только вот приезжая, я понимаю, что скучаю не конкретно, поэтому думаю, это семья, потому что нет, и не было у нас никогда, по душам не было атмосферы тепла и уюта. Не было защищённости, скорее всего, вы говорите об этом, про защищённость. И мне кажется, что если говорить о защищённости, то, э, это, э, ну, в какой-то степени больше, наверное, про, э, личные, личные границы. Вот. Вот. Ну, то есть, ваши личные границы. И так далее. Вот. А если личные, личные границы не построены, то ощущения, тепла и уют, в принципе, не возникают, или, э, зависит больше, там, от, э, ну, от кого-то. Вот. В данном случае, вот, окружающих людей. Вот. Ну, я имею ввиду окружающих вас людей. И, соответственно, вам, конечно, э, ну, у вас есть такое ощущение, да, что вы, там, зависимые у вас есть ощущение, что вы, э, э, находитесь, э, в тюрьме, э, и так далее. И надо сказать, э, э, что, э, в какой-то степени это, к сожалению, правда. Вот. Потому что, э, э, личные границы, э, у вас не построены. С мамой и бабушкой. Мне кажется, что им, может быть, в силу того, что они к вам слишком близки, а может быть, в силу того, что вы не верены к себе, э, достаточно легко вас зайдет. Вот. Из-за этого, э, я думаю, что есть некий ограничивающий фактор. Сколько себя помню, личные споры между мамой и бабушкой, а как это, э, на, на вас, э, вот, влияет, да, то есть, э, ну, бабушка и мама спорят по своим причинам, а как вам это воспринимается. Вот. Это, э, обратите, э, пожалуйста, внимание то, о чем вы не говорите. Вот. А дальше вы говорите, что, когда мне было 14 лет, э, э, мы сильно посорились с мамой, а просто уехала на три года, года в другой город. Это, э, э, весьма, э, специфичное действие, это весьма, э, э, эксцентричный поступок. Это, э, вполне возможно, э, основание для вашей обиды, для тревоги. Это, вполне возможно, основание для того, чтобы не доверять людям, бояться, что, если вы посорились, они уйдут. Это не прощительство вот этой вот травмы того, что мама вас фактически бросила. С другой стороны, если вы внимательно посмотрите на свой текст, увидите, что вы ничего не говорите о своих друзьях, о своем окружении и так далее и так далее. Вот. То есть такое ощущение, как будто вы, э, в этом смысле, достаточно депривированный человек. Хотя, а мне бы так думать про вас, честно говоря, ну, наверное, не хотелось бы. То есть не хотелось бы думать, что у вас есть, как некоторые, вот, сложности с тем, чтобы, э, выстраивать отношения, ну, допустим, со своими, э, сверстниками и так далее. А с другой стороны, вам, может быть, с ними просто неинтересно. Вот. И, по сравнению с теми, кто не общается с одним из родителей, вы ищите, э, человек постарше, вот. На кого, собственно, можно было бы, ну, опереться, там, на кого можно, на кого можно было, э, плачиться. Вот это отражает вашу, э, тенденцию к, контролю. Вот. Хотя, контроль, э, ну, тенденция к контролю, она, э, по природе, по природе своей деструктивная. Но мне кажется, что вы, э, э, как бы, э, несмотря на то, что, вы говорите о дискомферте, э, о одиночестве и всякое такое, мне кажется, что, э, человек, вы, э, ну, достаточно, э, э, достаточно такой, э, э, своевольный и вполне даже где-то упрям. Дальше. Так. Я не общалась с ней, я выросла без нее, и на вас все повлияло. Вот она вернулась, мы продолжили, конечно, мне бывало общаться. Да. Но опять же слизко, будто бы вашей активности нет. То есть нет. Вашей попытки не поговорить с ней, не выразить то, что вы чувствуете. Может быть, это стало первым шагом. Сформировать, сформулировать то, что вы чувствуете. Бреша, Бреша осталась, никуда не денешь эти несколько лет из нашей жизни. Ну, не совсем понятно, зачем их куда-то делать. Вот. Вообще. То есть, ну то есть, это действительно ваша жизнь. Это действительно, ну вероятно, не самое приятное время в вашей жизни. Это правда. Вот. Но зачем куда-то это сделать, для меня, честно говоря, остается загадкой. Вот. Вот. Да. Ваша мама безусловно пытается делать, как будто бы ничего не было. Так она, в принципе, вероятно привыкла справляться с теми проблемами, которые у нее есть. Это правда. Вот. Вот. Но это, с другой стороны, ничего не значит, как мне кажется. Вот. В том смысле, что вы же можете в эту игру не играть. И вы можете эту игру не поддерживать. Да. Пока получается так, что именно это вы и делаете. Именно это вы и делаете. Вот. Теперь, когда видим, что мы либо молчим, либо говорим о соседях и родственниках, о Кумагоне, только не о друг друге. Но это да, это определенное ощущение неловкости, и как вы с этим числом неловкость обращаетесь. Иногда хочется, чтобы их мне поинтересовалось своими делами, не с целью контролировать, а с целью поддержать. Вопрос, что могут ли. То есть, есть вот про яблоки. Меня университет встреча с ними. А для чего вы тогда встречаетесь с ними? Я, в результате, когда на кирбелок начинаю засматривать на другие семьи и завидовать им. Потому что вы обращены на них, на других людей, но не на себя. Я думаю, что учиться находить контакт с собой – это важное направление психотерапии, по которому вам нужно двигаться. Понимаете, что чего-то важного я недополучил, я недополучил уже никогда. Честно, не знаю, как с этим справляться. Нет. Чего-то важного, может быть, вы недополучили – это правда, но то, что вы не можете этого получить – это неправда. Тут, скорее всего, у вас есть обида и желание, скорее, безусловно, это, наверное, может быть и полу наказать своих родителей. Потому что все вы можете получить. Вам нужно только перенаправить эту энергию от требования к внешним на себя. Сейчас же вы ставите себя в тупик. Мол, я не дополучу никогда, не знаю, как с этим справляться. Вот. Подразумеваю, что он, если, ну, если я чего-то не получу никогда, то, как бы, ну, это страдали. И вот я буду страдать, говорите вы. Вот. Так что, здесь вы немножечко хитрите, хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Хитрите. Здесь вы немножечко хитрите, лукавите. Вот. Поэтому, из этой игры вас также нужно выводить. Вот. Там, из-за ней прячутся много боли, вот, и определенных переживаний, которые вы пытаетесь скрывать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго, удачи. Обращайтесь за помощью к специалистам, не затягивать вам это необходимо.